Всем привет! Вы на канале Вкусный Уголок. Сегодня меню на день и буду готовить для своей семьи. Для завтрака я взяла 250 грамм творога. Наш 4 человека. Вы, конечно же, количество регулируйте сами. Сахар по вкусу у меня здесь 3 столовые ложки. Горсть изюма. Столовую ложку сметаны у меня 15%. Если у вас творог очень сухой, то можно и 2. И все это хорошо перемешиваю. Вот посмотрите, у вас должна получиться вот такая масса, которую можно будет легко намазать. Дальше в отдельную емкость взбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли, 150 грамм молока. И немного все взбиваем вилкой. Берем нарезной белый батон, отлично подойдет и тостовый хлеб. Накладываем на него творог. Сверху накрываем еще кусочком хлеба и делаем вот такие заготовки. Вот посмотрите, у меня получилось 9 заготовок. Далее каждый бутерброд хорошо обмакиваем в яично-молочную смесь. И выкладываем на хорошо разогретую сковородку с растительным маслом. Жарить такие гренки нужно на огне ниже среднего, с двух сторон до золотистого цвета. Гренки готовы, можно делать чай и звать всех завтракать. На обед я сварю очень вкусный суп. Для него еще вчера я сделала бульон. На трехлитровую кастрюлю я взяла один окорочок, который я тоже уже почистила мясо и мелко порезала. Также для супа я взяла 3 картофелины, порезала кусочками. Одну луковицу порезала кубиком. И одну морковку натерла на средней терке. Лук и морковку я поджарю на небольшом количестве растительного масла до слегка золотистого цвета. Теперь бульона довела до кипения, отправляю сюда картофель. Снова доведу до кипения и буду варить до полуготовности. Затем добавляю сюда 3 столовые ложки овсянки, желательно брать ту, которая варится минут 5. Отварное мясо, немного обжаренные лук и морковку, соль по вкусу я добавлю где-то вот так 3 столовые ложки, немного черного перца, кипяток до полной кастрюли. Доводим это все до кипения и на небольшом огне варим до полной готовности. Примерно за 2-3 минуты до окончания варки я добавлю сюда еще чайную ложку сухой зелени. Суп готов! Вот такой легкий и вкусный он получается. Я думаю, если вы приготовите, то вашей семье тоже понравится. Ну а на ужин у нас будут гречаники. Для них потребуется отварная остывшая гречка. Я взяла стакан сырой гречки, по весу это вышло 200 грамм. Залила двумя стаканами воды и отварила до готовности. Теперь сюда гречки. Я добавляю 1 килограмм фарша. Чем жирнее, тем лучше. У меня свинина. Сюда же 2 измельченные луковицы. 3 яйца. Если у вас яйца большие, то можно и 2. Специи вы можете добавлять любые по вкусу. У меня пол столовой ложки соли. И черный перец. И теперь нужно все это хорошо перемешать рукой. Вымешивать нужно примерно минут 5. И вот такая котлетная масса у вас должна получиться. И теперь формируем котлеты. Делать вы их можете любого размера, как вам захочется. Я делаю вот такие вот средние. Видите? И так нужно сделать столько штук, сколько у вас получится. По желанию, при формировании можно руки смачивать обычной холодной водой. Так будет легче. Но я не очень люблю этот способ, потому что потом сильно брызгает горячее масло. У меня будет 31 штука. И теперь можно обжаривать. Сковорода с растительным маслом у меня уже подогрелась. Выкладываю сюда гречаники. И обжариваем на среднем огне до готовности. По желанию, если хотите, когда перевернули, можно накрыть крышкой. У меня готово. Подавать гречаники я буду с кичанезом и овощным салатом. Ну а если вам понравилось наше сегодняшнее меню, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе! Субтитры сделал DimaTorzok